Привет, дружище! Извини, если отвлекаю, не волнуйся, я отниму у тебя совсем немного времени. Давай знакомиться, я пытаюсь качественно рассказывать о видеоиграх, порой делаю что-то менее тривиальное, недавно примерно мутил масштабный материал о всём, что касается VR. Набор вроде стандартный, в какой-то мере даже мейнстримный, но есть определённая вероятность, что тебе понравится. После просмотра ролика загляни, пожалуйста, ко мне, будет очень приятно, если ты потратишь буквально минутку и оценишь моё творчество. Тебе ведь совсем не сложно, а вот мне будет крайне приятно. Заранее спасибо. Вот сап, мои дорогие друзья, с вами я, Трипал, и в сегодняшнем видеоролике я хочу рассказать вам о пяти особенностях, связанных с автомобилем Нейтшар, которого совсем недавно добавили в GTA 5 онлайн. Частично этот ролик также будет являться обзором этого агрегата, поэтому сразу же не забудьте влепить этому видосику ваш смачный лайк, и как только под ним наберётся тысяча лукасов, я сразу же пойду записывать новый видеоролик специально для вас. Поэтому быстренько ставьте лайк, ну и давайте начнём. Итак, первая особенность этого автомобиля заключается в его броне. Многие игроки почему-то думают, что так как эта машина изначально уже полностью бронированная, то качать ей броню в Лос-Антос Кастомсе нет никакого смысла, вы тупо потеряете все свои деньги. Но друзья, что ни говорили бы эти люди, броню качать 100% нужно, и сейчас я вам это докажу. Итак, прямо сейчас на ваших экранах Найтшарк полностью без брони, и если мы возьмём бомбу, липучку, либо же РПГ, наша машина взорвётся от третьего выстрела. Но если броня нашего Найтшарка будет вкачана на 100%, то машина с лёгкостью выдерживает 4 выстрела, и только на пятый взрывается. Поэтому друзья, как-то так, обязательно качайте броню, ну а мы переходим дальше. Итак, вторая вещь, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать, это бронеплиты, которые вы можете спокойно установить на этот автомобиль в автомастерской. Говорить о бронеплитах на капот, фары, двери я не буду, а вот о бронеплитах на окна поговорить определённо стоит. Для начала скажу, что после покупки этих плит вам сразу запретят пользоваться любыми оружиями, пистолетами, пулемётами, гранатами, неконтактными минами и так далее. Всё, из чего вы сможете атаковать, это пулемёт, встроенный непосредственно в сам Найтшарк. Это, друзья, безусловно огромный минус. Но дело-то в другом, мы покупаем эти бронеплиты для защиты самого себя от любителей пострелять из винтовок. Однако, эти бронеплиты спасают нашего персонажа лишь только на 50%. Всё дело в том, что либо они глючные и Рокстер это скоро исправит, либо это такая задумка. В общем, дело в том, что эти бронеплиты реально защищают лишь только лобовое и заднее стекло, а вот боковые стёкла они не защищают совершенно и несут за собой лишь только косметические изменения. Соответственно, ваш персонаж довольно уязвим в этом автомобиле, даже несмотря на установку бронеплит. В общем, друзья, как-то так, ну а мы переходим дальше. Итак, третья особенность, о которой я хотел бы вам рассказать, это мелкие, но всё же очень приятные детали, о которых не забыли Рокстар. Всё дело в том, что разработчики часто добавляют автомобили с дополнительными фарами, которые либо сразу установлены на машине, либо их можно установить в автомастерской. Но всё дело в том, что эти фары в большинстве случаев вообще не работают и сделаны лишь только для визуального, так сказать, эффекта. Ну а вот с Найтшарком Рокстар постарались, и абсолютно все фары, все доедины горят в тёмное время суток, и это действительно круто. Также не могу не упомянуть об анимации при включении пулемёта. Рокстар действительно постарались в этом плане, не забыли об анимации, которые смотрятся реально круто. Вот такие вот мелкие детали мне удалось найти в Найтшарке, ну а мы, друзья, переходим дальше. Четвёртая особенность, о которой я хотел бы вам рассказать, это то, что к Найтшарку можно прицепить трейлер ПВО. Это очень классная особенность, я бы даже сказал эксклюзивная, так как всего в игре, если я не ошибаюсь, то ли две, то ли три машины, которые можно присандалить этот самый трейлер ПВО. Это точно БТР, это точно внедорожник Садлер, ну и соответственно с этого момента к этому списку прибавляется и Найтшарк. И да, друзья, хочется сказать, что Найтшарк плюс трейлер ПВО это реально мощно, и что самое главное, безумно весело. Поэтому, друзья, как-то так, ну а мы переходим к последней особенности на сегодня. Итак, пятая фишка этой машины заключается в том, что когда в ней кто-то сидит, она выдерживает больше выстрелов с РПГ или бомб липучек. Сейчас я вам это докажу. Перед вами полностью вкачанный Найтшарк со стопроцентной бронёй, и в нём никто не сидит. Я беру РПГ или гранату, и как мы видим, машина взрывается с пятого выстрела. Однако, теперь перед вашими глазами тот же самый Найтшарк, но внутри уже сидит мой напарник. Я опять же беру РПГ, и как мы видим, автомобиль взрывается только с девятого выстрела. Но говорить о том, сколько выдержит Найтшарк от ракет из ракетной установки, вообще смешно. 14 выстрелов без кого-либо в машине, и 25 выстрелов с водителем внутри. Поэтому, друзья, как-то так, ваша машина будет куда крепче, если в ней будет кто-то находиться. В общем, друзья, на этом у меня всё. Лично мне машина очень понравилась. Пишите, что вы о ней думаете в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал и поставить большой палец вверх под этим роликом. И, друзья, это не пустые слова. Мне действительно очень сильно нужна ваша отдача в виде лайков и новых подписчиков. Ну а тем, кому нужна накрутка на ПК без переноса, я с радостью приглашаю в мою группу по прокачке по самым низким ценам. Абсолютно любой уровень, любое количество денег. За, друзья, самое главное, адекватные деньги. В общем, обязательно загляните в описание. Ну а на этом уже точно всё. Всем удачи, друзья. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин